Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Starstable Online. Посмотрим, какие новые масти лошадей завезли на конный фестиваль, какие скидочные лошадки все еще находятся в Морланде, какой предмет добавили в бонусную лавку, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! На конный фестиваль конюшень Юрвика в день открытых дверей завезли новые масти двух голландских и одной лепецанской лошадки. Давайте же посмотрим, что это за шикарнейшие масти. И напоминаю, что эти масти будут продаваться только на конном фестивале. Если вы их не успеете купить в этом году, вам придется ждать еще целый год до следующего их возвращения. Нам добавили вот такого вот светло-серого, как казалось, ну а точнее светло-серого пегова, пегова голландца. Это вызвало у меня кучу расстройств, потому что я мечтала о светло-сером, чистом светло-сером голландце. И неважно, либо белоснежным, либо серебристым. Вот такой вот красавчик, розовоносенький, с симпатичными ножками, хвостиками, интересный цветов прически. Стоит 950 старкоинцев, как, собственно, и его брат голландской породы. Вот такой вот буропегий, очень красивая масть. Мне она безумно нравится. Здесь имеются и большие пятнышки, и вкрапления, как будто бы чубарость. В общем, очень симпатичная лошадка. И мне нравится, что у него отметина даже на мордочке. Это не просто белая полосочка, а она тоже с некими вкраплениями. Тоже, в общем, очень интересный персонажик получился. И Липецан. Такой вот интереснейший Липецан. Хотя мне казалось, что он должен быть немножечко не таким, наверное, контрастным, а каким-то более матовым, что ли, более приглушенных оттенков. Но по факту он вышел очень-очень насыщенно контрастным. Я не знаю, буду я его покупать или нет. Как-то по спойлерам и на официальных роликах мне хотелось его больше, чем в реальной жизни. Ну а также разработчики немножечко накосячили и забыли добавить специальную отдельную прическу для этой лошади. Все мы знаем, что у Липецанов есть две вариации специальной стрижки, где собран хвост в пучок. Одна такая стрижка имеет обычную гриву, распущенную, а вторая прическа точно такая же, только с шишечками. Так вот именно эту прическу разработчики забыли нам добавить. Ни на телефонах, ни на компьютерах данной прически нет. У нас есть только шишки с косичкой. Что ж, разработчики, надо быть повнимательнее. Что-то это прям очень сильный косяк. По конюшни Юрвика разбежались свинюшки. Не пугайтесь, это продолжение цепочки заданий, связанной с Сабиной. Задание начинается у Лили Бонс. Так что если вы выполнили всю предыдущую часть этой сюжетки, которая была ранее, вы можете продолжить ее выполнение именно здесь. Ну а теперь новости уже с площадки Морланда. Лошадки, которые продавались ранее на предыдущих фестивалях, продаются 40% скидкой. Таким образом, двух арабов вы сможете купить за 570 старкоинсов, двух англичан за 510 старкоинсов, двух лузитан за те же 570 старкоинсов и одного андалуза тоже за 570 старкоинсов. Так что если есть желание приобрести кого-то из этих семи чемпионов, то не теряйте время, бегите и покупайте. Насколько я понимаю, скидка будет держаться до конца ивента. Также нам добавили несколько новых вещей, что удивительно, разработчики ни словом об этом нигде не обмолвились, что очень-очень странно. В магазине классическое снаряжение нам ничего не добавили за шетоны, все ровно то же самое. Зато вот в магазинчик под названием Полная Эклектика нам завезли аж целый джинсовый комплект. Он представляет собой кепочку, вот такую вот жилеточку джинсовую, штанишки-клёш, вестернские ботиночки. Кстати, очень-очень симпатичные, мне нравится оттенок, я, пожалуй, сразу его прикуплю. Два вида вальтрапа, один более короткий, который бы, наверное, подошел для скачек, и второй более вестернский. Вообще странно, что они такие одинаковые. Но, насколько я помню, один из них должен с легкостью, да, вот, вот этот большой с легкостью должен подходить абсолютно всем лошадкам первого, второго и третьего поколения. Такой вот универсальный вальтрапчик. Уздечка, седло вестернское, бинты и сумочка. Все это продается за старпуэнсы и шиллинги. И еще один комплект и одежды, и амуниции добавили в магазин фестивального снаряжения. Теперь рядом с Липецаном стоит голландец, который как раз и демонстрирует этот комплект. Кстати, очень классная идея, что они так сделали. Комплект называется Солнечные слоновые кости. Такой вот очень интересный. Он даже не белоснежный, он как будто белокремовый. Очень красивые оттенки коричневого. Мне нравится вальтрап, который, кстати, можно надевать на некоторых лошадок более старой версии третьего поколения. Выездковое седло, перчатки, красивый шлем. Смотрите, как будто покрыт золотистой пылью, мне кажется, так смотрится. Очень-очень красиво. Белые штанишки, коричневые сапожки. Кстати, сапоги имеют очень красивую текстуру. Даже очень красивую, очень симпатичную. И посмотрите, как они начищены до блеска. У нас есть колокольчики, нагавки с мехом, просто нагавки. И четыре вида уздечки. Две уздечки с дополнительным ремнем, с серебряным и золотым железом. И просто английская уздечка слоновой кости с серебром или же с золотом. Каждая из которых стоит 80 ска или 8 тысяч шиллингов. Напоминаю, что вся амуниция и вся одежда, которая продается сейчас на конном фестивале, продается только во время этого ивента. Так что, если вам что-то понравилось, срочно зарабатывайте шиллинги, копите старкоинсы и покупайте данные предметы вашего гардероба, так как вы сможете их приобрести только если в следующем году после ухода фестиваля. К конной лавке Морланда для лайфников добавили новый предмет одежды, грядущего полного сета Royal Ascot. Это вот такой вот интересный бежево-розово-белый шлемочочек, очень симпатичный. Вот он уже дополняет тот самый образ, который постепенно выходил, однако все-таки сапоги и штанежки мне вообще не нравятся по сравнению с вот этим нежным, супер нежным шлемочочком. Только в последнее время мне задают слишком много вопросов относительно специальной розетки за участие в ежедневных соревнованиях под названием «Баронесса очень довольна». В этом году меня как никогда завалили вопросы, почему я не получаю розетку, где взять розетку. Я выполнил все 40 скачек, все 40 гонок, даже вот 41, это по-моему максимальное значение, где моя награда. Дорогие друзья, я искренне интересуюсь вопросом, как вы читаете задания у Готфрея, потому что именно он рассказывает нам здесь, что Баронесса непременно его посетит. Однако она приедет не просто посмотреть, то есть нам уже говорят дважды, что она приедет в грядущем, в будущем, в следующих обновлениях. И опять же в третий раз я буду ее глазами и ушами и возьму на себя оценку участников, пока у нее не появится время приехать самой. Если ты оправдаешь ожидания Баронессы, она наградит тебя престижной лентой. И нам рассказывают о самой этой ленте. Так что, друзья, внимательно, пожалуйста, читайте задания, это обеспечит вам более легкое прохождение, потому что в самой игре говорится о том, что вы должны участвовать, заслужить доверие Баронессы, что Голдфрей будет ее глазами и ушами. И как только она сможет приехать, она сама лично наградит нас данной ленточкой. Это и есть тема обновления следующей недели. Сабина подготовила для нас какую-то супер сложную гонку, считая, что гонки клуба Бобка слишком уж детские и легкие и никак не связаны с серьезным спортом. И приезд Баронессы, после которого, если вы успели набрать нужное количество пройденных гонок, сделает вам сюжетное задание, в котором она подарит вам престижную ленту и плюс еще вот этого котика мистера Усика. Так что, ребята, подождите буквально недельку и будет вам ваша престижная лента. Ну а на этом видео по обновлению подошло к концу, спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки и пишите комментарии, что вам больше всего пока что нравится на первых двух неделях фестиваля конного спорта. Ну а на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Все-таки в ССО пропала та самая старая романтика.